Здравствуйте, приветствую вас на канале Процветок. С вами Ломонос Петр. Сегодня мы поговорим об очень интересном растении, которое появилось уже лет 50 в наших садах, очень всем полюбилось. Это клематис. Ну клематис или ломонос по-русскому, что вы можете проверить по слову Рудаля. Растение замечательное, оно декоративное и представлено 230 видами и более чем 2000 сортами. Многие, как бы увидев это растение в цветении, захотят его иметь в саду. Почему? Потому что большинство клематисов имеют крупные цветки от 4 до 25 сантиметров в диаметре, что уже само по себе очень интересно, и имеют длительный период цветения, два-два с половиной месяца, что как бы для наших флоры не очень характерно, потому что большинство наших растений как бы отцветают очень быстро. Раз, неделя, вторая, максимум три недели и отцвели. Клематисы радуют очень долго. Они растут быстро, и большинство клематисов цветут как бы в тот же год. Как отросли, сразу зацветают. Лишь очень немногие виды цветут на перозимовавших побегах, то есть которые перозимовали. А большинство цветет на молодых побегах. Отросли, зацвели. Можно обрезали, они опять отросли, опять зацвели. Ну что необходимо знать по размножению семенному клематису. То культура не так проста, как многим кажется. В продаже есть, конечно, определенные виды. Есть в частности семена клематиса тангутского, семена клематиса восточного, ну реже семена манджурского. Почему эти только виды предлагаются нашим цветоводам? Потому что эти виды имеют короткий период прорастания. Ну чтобы просто знали, я вам буду показывать, что значит клематисы существует три группы. По размеру семян и, соответственно, по сроку прорастания. Вот такие пушистенькие красивые коробочки, характерны для мелкосемянных клематисов. Ну разные мелкосемянные, соответственно цветки у них мелкие, цветки крупные не будут. Диаметр цветка это максимум, что у них может быть это где-то 7 сантиметров. Обычно больше не бывает. Ну эти клематисы имеют семена до 4-х миллиметров длиной и сохраняют схожесть до двух лет. Больше двух лет они не сохраняют схожесть. Дальше она уже, они не сходят, чтобы знали. Следующая группа такая более хорошая, более пушистенькая. Это такая группа со семенами средних размеров. Здесь семена размером от 4 до 6 миллиметров. Значит эти семена, я может пропустил, не сказал. По первой группе семена всходят от 20 до 60 дней. В следующей группе семена всходят от 40 до 80 дней. Максимум 100 дней в этой группе. То есть это две группы, которые быстро прорастают семена. Ну тут как бы все цветки не очень крупные. Ну самая крупная, это последняя третья группа. Она характерна для многих сортов. Вот выращиваются клематисы и многие замечали там семенные коробочки. Ну и как бы многие собирают, высевают эти коробочки и не получают никаких результатов. Почему? Да потому что все клематисы с крупными семенами, а среди них есть как мелкоцветные, так и крупноцветные. Это не обязательно, что все будут цветки крупными. Наш семей растянутый период прорастания. Он колеблется от 100 до 500 дней. То есть период прорастания может составлять два с половиной года. Ну а у нас терпения не хватает и мы просто-напросто выбрасывая, считая, что наши семена непригодны и они как бы не созрели или какие-то другие причины. А причина вот в чем. Все клематисы, независимо от размера, они имеют недоразвитый зародыш. И вот для того, чтобы зародыш развился, одним видом надо холодный период, это для мелкосемянных характерных клематисов, или теплый период, чтобы они побыли в тепле. Так вот, поскольку такое растянутый перепростание, значит, эти две первые группы, мелкосемянные и среднесемянные, их можно высевать в ящички и содержать где-то весной посели, в марте высели в ящички, сходы появятся через месяц-полтора и после этого перенесли в грунт. Можно, конечно, высевать и в открытый грунт, но не раньше, в середине апреля, когда прогреется почва. Самое важное для всех клематисов, значит, начальный период, чтобы была температура где-то градусов 20-25. Такая температура, значит, способствует, что быстро исходит до развития зародыша, и наши клематисы всходят. Ну, конечно, всхожесть клематиса уколеблется в очень широких пределах, поэтому высевать клематисы советую густо, не сеять по одному зернышку, потому что, как бы, схожесть где-то бывает от 10, ну, максимум 70 процентов. Вот, ну, если здесь 10 процентов скорость, то сами понимаете, что исходы будут очень редкими. Вот, а для семян, эти мы посеяли в открытый грунт. Для крупносемянных клематисов такой способ, конечно, не подойдет, потому что их растянут перед прорастанием и очень долго прорастают. Значит, что за эти годы, пока я работаю в своей культуре, вот те детства, мои книги об этой культуре, я изобрел очень простой способ прорашивания семян. Значит, ну, это способ контролируемый, я просто покажу элементы, из чего он состоит, и вы поймете, как легко и быстро прорастить семена крупносемянных клематисов, чтобы они быстро-быстро-быстро всходили. Ну, во-первых, любое семянышко, если вы посмотрите, оно имеет носик. Так вот, для того, чтобы они зашли более быстро, значит, в конце декабра месяца, в январе после новогодних праздников, или в новогодние праздники, если у вас очень длинные, значит, мы займемся подготовкой семян клематисов, крупносемянных к посеву. Ну, для этого мы их замочим в теплой воде, на сутки замочиваем, ну, вода где-то градусов 30-35. Замочиваем в теплой воде, воду через каждую два часа меняем, и она из коричневой становится все более светлой, более светлой. Это вымываются вещества, которые тормозят прорастание. После этого мы этот носик, мы можем пинцетом, это нетрудно, можем ножничками отрезать, можем ногтями отломать. То есть, удаляем носик, то есть, чтобы вода скорее поступала к нашим семенам. И дальше технология такая, кто-то, брод, высевает ящики и устанавливает в теплице. Ну, процессы, конечно, это долгий и неконтролируемый. Я же поступаю гораздо проще. У меня есть лабораторное сито. И вот сам комплект сито состоит из трех элементов. Значит, первое сито, оно, видите, такое пустое, в это сито будет наливаться вода. Значит, следующее сито, оно с дырками. Для чего дырки надо? Потому что на этой дырке мы берем туалетную бумагу. Взяли туалетную бумагу и мы выстилаем туалетной бумагой это сито. Выстали туалетную бумагу это сито. И вот сюда мы будем помешать наши семена. Сюда мы ложим наши семена, которые мы уже промачивали в воде. Которые мы уже сутки промачивали в воде. Мы семена берем, промачиваем. Разложили наши семена. Конструкцию собираем. Ну и, соответственно, можем еще раз пролить водой. Можем пролить водой. Пролили водичкой и закрываем. Следующая у нас крышечка. Крышечка для того, чтобы вода не испаралась. Вот и вся конструкция. Очень простая конструкция. Значит, если нету щита, вы не расстраивайтесь. Сейчас есть масса подручных материалов. Что мне просто было важно, что принцип, как собираться. Значит, поддон с водой, поддон с семенами. То есть семена не касаются воды. А вода тоже не испарается, не дает семенам просыхать. И сверху крышка, чтобы с нами просыхали. Такую конструкцию можно где-то поставить возле батареи. Где температура где-то 25 градусов. Ну, проходит месяц, полтора. И вот если открывать, ну, их надо проверять время от времени. И вы заметите, что семена наставят наклевываться. Как только появляются беленькие корышочки, значит, это семяношко мы берем и высеваем где-то в ящечек. Ящек или горшочек. Ну, зависит от объема, который вы имеете, этих семян. И, значит, процесс прорастания семян идет где-то 3 месяца. Чтобы вы знали. Значит, у вас в декабре начинается. Первые всходы появятся только к концу февраля месяца. А так и февраль, и март, и апрель, и май. Вы будете еще собирать эти семена и все высевать. Ну, значит, способ очень ускоряет. Потому что сами поймите, что если семяношко, естественно, будет прорастать 2 года, то здесь вы получаете буквально за полгода уже дружные всходы климатисов. Ну, и вот дальше еще такой нюанс, хочу отметить. Что, собирая из гибридных растений, то есть сортов семена, нас не надо надеяться, что они будут очень красивыми. Почему? Потому что растения имеют такую способность, что из семян просто свободного пыления они становятся более мелкими. Они могут быть более мелкими. Это раз по размеру цветки ваших, которые вы получили уже сеянцев. Одна причина. А вторая причина, что они могут стать блеклыми. Ну, неизвестно, кто их опылял, от чего они опылились. Все-таки мы эти блеклыми, такие выгоравшие окраски. Поэтому не надеяться, что вы вот поселили семена красивых климатисов, соответственно, вы будете иметь, что более красивое. Не всегда это случается. Потому что селекционеры подсчитали, что если получается тысяча сеянцев, то лишь только 2-3 сеянца дадут новые сорта. То есть более интересные, чем родители. Так что знайте об этом. Но, тем не менее, если вы выберете климатис из семян, то вы получите много материала, который вы потом сможете поделиться со знакомыми. Ну и по срокам зацветания. Значит, по срокам зацветания, что, как правило, климатисы первых грудь с мелкими семенами и средними семенами зацветают на 2-3 год. Семена из крупных, крупносемянные климатисы зацветают на 3-4 год. Так что терпение. Терпение, оно будет вознаграждено обильным цветением и большим количеством этих растений, которые вы с гордостью поделитесь своими друзьями и знакомыми. Вам удачи. Красоты под климатису на ваших стенах. И до новых встреч. До свидания.